Такого дня знаний в Налобихе еще не было. Радость учеников, волнение учителей, слезы родителей и улыбка Виктора Томенко. 1 сентября глава региона встретил в Косихинском районе. В этом году здесь 52 первоклашки. Это два первых класса. Для многих школ – мечта. Впрочем, не только этим отличается образовательное учреждение. Дети сами занимаются в музее Великой Отечественной. Здесь вы можете видеть фотографии женщин, учащихся войны, учителей, признанных на помощь, уникальные документы, письма с фронта, похоронки, грамотки, благодарности за боевые действия. Чтобы пополнять экспозицию, школа давно сотрудничает с Барнаульским поисковым отрядом «Высота». Например, нужны отстинки, погоны, вижу вот этот компас, который были найдены в полотнах Карелии. Ребята поисковки рассказывали, когда они подняли солдата, что вот этот компас у него был зажат на руке настолько сильный, что пришлось силой разжимать кисть солдата, чтобы излечь его. Прошлое чтут, будущее создают. Вместе со студентами Аграрного университета школьники разрабатывают научные проекты. Первый из них – как выращивать пекинскую капусту на школьном огороде. Настолько ребятам это понравилось, что они пришли к себе домой, стали ворочены в своих приуздательных участках. И на сегодняшний момент тут уже ребята выросли, и у нас уже серьезная есть работа. Подместно с преподавателями Аграрного университета, они ездят на поля и работают, научное обладание с собой везут, и ведут исследовательские работы уже на полях. Но и это не все. Благодаря проекту «Точка роста» ученикам доступны квадрокоптеры, интерактивные доски, курсы веб-дизайна, своятеля радиостудия. Ведущий даже взял интервью у губернатора. Виктор Петрович, а что бы вы пожелали нашим ребятам накануне Нового года? Да, Новый год начинается у нас. Пусть сюда ребята ходят с удовольствием, бегут в припрыжку с радостью и возвращаются со знаниями, которые потом применят и будут применять в жизни, поделятся с родителями, расскажут своим братьям и сестрам, может быть, и так дальше. 11-ти классникам Виктор Томенко пожелал удачи и спокойствия на предстоящих экзаменах. Ведь школа, которую окончил второй человек в космосе, Герман Титов и сейчас готова выпустить не менее подготовленных учеников. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.